Здравствуйте! В эфире актуальный интервью в студии Евгения Баженко. У нас в гостях эксперт аппарата общественной палаты Анна Суханова. 28 февраля пройдет зональный этап гражданского форума Якутии, а в июне откроется общереспубликанский форум, на который соберутся представители органов госвласти, муниципалитетов, гражданские активисты, представители НКО и журналисты. Он будет уже шестым по счету. Здравствуйте, Анна Акентиновна! Здравствуйте! Первый вопрос. Летом пройдет общереспубликанский гражданский форум. Он уже пройдет шестой год подряд. Но ранее предварительных зональных площадок не проводилось. С чем связано это новшество? Ну, дело в том, что, да, действительно, в этом году у нас 22 июня пройдет гражданский форум итоговый в городе Якутске. Но перед этим будет проведено 4 зональных форума для разных групп районов. Это позволит нам охватить больше участников. То есть практически все группы районов будут охвачены. И таким образом общественники, ну, не всех, конечно, но, скажем так, гораздо большего количества районов смогут принять участие в форуме, чем если бы он проводился только в городе Якутске. А где пройдут зональные площадки? Каких районов? Зональные площадки у нас пройдут... 28 февраля состоится первый форум в селе Амга. Это для заречной группы улусов. И туда же будут приглашены общественники Усть-Майского района. Далее у нас 6 марта будет проводиться форум в городе Нюрба для Вилюйской и западной группы районов. В середине марта мы проведем форум в Нерингре для Алданского и Нерингринского районов. И в апреле пройдет форум для центральной группы районов в городе Покровске. Каковы задачи форума? Ну, вообще гражданские форумы проводятся с целью повышения эффективности взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества для решения каких-то важных для населения социально значимых вопросов. Ну и в целом это вообще способствует повышению информированности населения о том, какие у нас существуют общественные объединения, чем они занимаются, какие меры поддержки существуют. Ну и для повышения гражданской активности, конечно. Сколько участников ожидается в этот раз и за эти годы как-то расширяется география, состав? Конечно, количество участников у нас увеличивается с каждым годом. Если в прошлом году у нас на форуме в июне принимало участие более 600 человек, то в этом году мы ожидаем участия более тысячи общественников. А они только из республики или откуда-то приезжают из других регионов? Ну, в целом, конечно, основная масса участников – это жители нашей республики, разных районов. У нас представлены очень многие районы и в прошлом, и в этом году, надеемся, будут принимать участие. Ну и гости из других субъектов Российской Федерации тоже принимают участие в наших мероприятиях. Надеемся, в этом году это тоже произойдет. Понятно. А какова программа форума в этом году? Ну, зональные форумы у нас во время проведения зональных форумов будут организованы четыре дискуссионные площадки. Они пройдут по одной схеме во всех четырех районах. И, значит, это площадки наиболее актуальны для общественников нашей республики. Это общественный контроль, прежде всего, одна из основных функций вообще некоммерческих объединений. Это взаимодействие общественных объединений с органами муниципальной власти, потому что этот вопрос тоже немаловажный в деятельности общественников. Роль общественности в содействии и занятости населения, поскольку этот вопрос у нас в этом году является наиболее актуальным. И, конечно, мы рассмотрим успешные практики добровольческих и волонтерских организаций. Ну и, кроме всего прочего, мы надеемся, что на каждом форуме будет организована дополнительная пятая дискуссионная площадка по той теме, которая наиболее будет актуальна для именно этих групп районов. А в прошлом, разве так было? Тоже была пятая площадка? Нет. Ну, новшество этого форума, да? Что главное будет в этот раз? Какие темы обозначены уже? Ну, в этом году форум... Может быть, занятость? Ну, видите, мы рассматриваем как бы несколько актуальных направлений, да? Это, естественно, все вопросы, они для общественников главные и актуальные, да? Но в этом году, я хочу сказать, форум пройдет под девизом «Форум для тех, кто действует». А кто составляет программу форума? Организаторами этих мероприятий является Общественная палата при поддержке уполномоченного органа Министерства по развитию института гражданского общества. На сегодняшний день в республике какие востребованы некоммерческие объединения? Какие вообще существуют? Ну, вы знаете, на сегодняшний день, я думаю, что востребованы любые некоммерческие объединения, поскольку роль гражданского общества в решении вообще социально значимых вопросов сейчас очень велика. И это в целом общероссийская тенденция. То есть ни один важный вопрос, ни один социально значимый вопрос, да, он не решается без участия общественности. Все какие-то наиболее важные проекты, законопроекты, да, они, вы же видите, все проходят общественное обсуждение. И как вообще любой, по-моему, нормативно-правовый акт, на сайтах органов государственной власти проходит экспертизу обсуждения общественного, да, общественную экспертизу. Ну и кроме того, общественные объединения сами проявляют инициативу и обсуждая, вырабатывают какие-то рекомендации, предложения в адрес органа, принимающего, да, тот или иной проект. Ну и вот таким образом, я могу сказать, что, наверное, любое общественное объединение, которое действует, оно является актуальным сейчас. Может быть, какие-то примеры, вот вы приведете взаимодействие, вот скажем, например, общественники обратились в общественную палату, и вот в итоге это все потом вышло на гражданской форме, какие-то такие примеры вы можете привести? Ну, я так понимаю, вы в целом хотите спросить, как общественная палата взаимодействует с объединениями, да? Да, да, я к этому подвожу. Задача общественной палаты вообще заключается в том, чтобы, скажем так, аккумулировать запросы населения, да, и доводить их до руководства, ну, в данном случае региона, да, нашего. Мы вот именно в этом плане взаимодействуем с общественными объединениями, то есть какая-то помощь по, скажем так, регистрации, отчетности и так далее, этим занимаются немножко другие органы, да? Наша задача вот именно взаимодействия в плане выработки каких-то общих решений, то есть мы слушаем наших общественников, да, мы пытаемся услышать, чем они живут, что для них актуально, да, и вот таким образом, ну, пытаемся выработать какие-то совместные с органами власти решения. С какими проблемами сталкиваются общественники? Вот вы же с ними сотрудничаете в общественной палате, на ваш взгляд, чаще других? С какими проблемами сталкиваются общественники? Ну, может быть, как-то вот проблема с регистрацией общественных организаций, может быть, самая процедура регистрации общественной организации, она сложна? Ну, наверное, для кого как. Вот могу сказать на собственном примере, да, все не так сложно, когда ты знаешь, куда обратиться. У нас существует в республике семь ресурсных центров, которые оказывают методическую и другую помощь для общественных объединений, как для тех, кто только что решил зарегистрироваться, так и для тех, кто уже осуществляет свою деятельность. И, собственно, там можно получить любую консультацию, любую помощь, даже вплоть до того, что вам помогут оформить документы, скажут, куда пойти, что сделать и так далее. Вот вы сказали, что у нас сейчас востребованы, в общем-то, любые направления некоммерческих организаций. Что бы вы посоветовали человеку, который решится создать некоммерческую организацию, куда ему обратиться? Ну, для того, чтобы создать общественную организацию, я думаю, прежде всего нужно, конечно, зайти на сайт Минюста и элементарно посмотреть, какой перечень документов вам нужен, куда вы должны подойти, с чем и так далее. Там же вам подскажут, в какие ресурсные центры вы можете обратиться за помощью, ну и, собственно, все остальное – это дело техники. Вся необходимая информация сейчас есть и на сайтах соответствующих органов власти. Если это регистрация, это Минюст, если это гранты, то это сайты министерств, ну и так далее. То есть вся информация доступна, нужно только как бы зайти и посмотреть. Указом главы нашей республики в этом году учрежден День гражданского активиста. Он будет отмечаться 2 апреля ежегодно, начиная вот с этого года, да? Почему именно эта дата выбрана? Как она будет отмечаться сейчас и в дальнейшем? Да, действительно, предложение об учреждении Дня гражданского активиста было озвучено Егором Борисовым, кстати, на гражданском форуме в прошлом году. И вот уже 2 апреля в этом году мы впервые будем праздновать эту дату, да? Эта дата была приурочена к дате принятия первого закона об общественной палате в 2011 году. И эта дата у нас для всех общественников очень важна, поскольку установление этой даты – это своего рода признание их деятельности, оценка их деятельности, да, их работы, в которую они вкладывают вообще всю душу. Потому что общественники у нас, как известно, работают не за вознаграждение, а по зову сердца, да? Поэтому, конечно, для всех общественников это очень важно. Эта дата у нас вошла в план республиканских мероприятий, поэтому праздник будет отмечаться у нас абсолютно во всех районах, будут проводиться праздничные мероприятия в каждом муниципальном районе, да? И общественная палата к этой дате у нас в этом году впервые проводит республиканский общественный конкурс «Народное признание» в области гражданских инициатив «Гражданский активист». Конкурс будет проводиться среди отдельных общественников и гражданских активистов. Конкурсантов могут выдвинуть советы муниципальных образований, могут выдвинуть некоммерческие объединения и ТОСы. Финальное голосование победителей будут выбирать сами жители республики, оно пройдет на сайте зума, www.zuma.top. Там же можно получить всю информацию о предстоящем конкурсе и также на сайте общественной палаты opsahyakoty.ru Хорошо, спасибо вам за разговор. А я напомню, что у нас в студии в гостях была Анна Суханова, эксперт общественной палаты республики Якутия. Мы беседовали о гражданском форуме, который пройдет этим летом в Якутске уже в шестой раз, напоминаю. Это было актуальное интервью. В студии работал Евгений Баженко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова